Ну, теперь вот самая, наверное, простая часть, обычная, привычная часть, песенная. Мы подготовили несколько песен из старых и новых. Вообще, я сначала, конечно, должна, во-первых, поблагодарить и Галерею «Мост», и Николая Якимова лично за такую возможность. Все же, несмотря ни на что, он все-таки сумел это организовать. И, несмотря на то, что все заболеют дома, все же вечер состоялся. Я очень рада, что вы пришли сегодня. Вообще, последний раз, наверное, я в Праге была лет десять назад. С совсем другим проектом. И как-то эта часть Европы у меня выпала потом на десять лет из всех контактов. Песни, большинство песен, тут всего две песни народные, связанные с традиционным текстом. Все остальное навеяно, естественно, влиянием туинской народной музыки. Как вы знаете, я родом из Центральной Азии, из Тубы, которая находится на границе с Монголией. Рядом южнее Красноярска. Рядом у нас большой город Абакан. И далее вот наша маленькая республика Туга. Но, так или иначе, в общем, она очень известна своими исполнителями телеградового пения, естественно. Уже появились не только мужские, но и женские коллективы. Уже два женских коллектива, что для меня очень отрадно, потому что 25-30 лет назад я начинала одна, как профессиональная певица, пыталась все-таки какие-то разновидности как таново-горлового пения, все-таки внести на профессиональную сцену, как элементы современной музыки. И, собственно, на этом гривне, такой распознепересрочной, вышла на контакты с очень многими большими издателями, фестивалями, музыкантами и прочее. Сейчас это уже стало обычным делом, стало очень модным во многих странах, в том числе в Чехии. Горновое пение уже стало таким обыкновенным, люди ходят на курсы горнового пения. Это стало очень модно, особенно среди тех, кто интересуется историческим направлением, медитациями и так далее. Но в данном случае я включаю какие-то элементы голового или горданого пения как просто декорационный, инфляционный момент и пытаюсь соединить очень древнее с современностью. Многие слова, тексты, лирика написаны уже несколько лет назад или вот совсем свежие, новые лица. Я затем забыла, я привезла также с собой сольный акапельный диск, альбом называется «Сайберия», от слова «Кибер», «Кибер» пространство. Выпущено оно было в двух форматах дигитальном, два диска внутри, обновенный компакт диск с двумя дисками внутри, а также в формате винила, также два винила в одном альбоме. Ну а винила с собой нет, он в принципе создан для собирателей, для тех, кто собирает виниловые диски и для диджеев, потому что там, в общем, только обнаженный голос, больше, собственно, кроме голоса там ничего нет. И все записывалось в аналоговой истории в Москве, потом сводилось в Италии и выпущено было в Милане на издательство «Fonderosa Music». Я, собственно, все песненные альбомы выпускала, начиная с 97-99-го годов. Итак, песни. Начнем мы с самой простой, которая называется «Ойтулаш». Это древний такой стиль, что-то вроде «Честушек», когда молодежь собиралась летними ночами и вот так занимались таким песенным творчеством, сочиняли «Честушек» о природе, о любви, об отношениях каких-то и выражали свою любовь через слово, через такие древние напевы. Итак, «Ойтулаш». «Ойтулаш» «Ойтулаш». «Ойтулаш». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Спасибо, вот такая песня про Вишнули. Еще одна песня, но тут опять же это не моя песня, это песня с автором Гамиле и слова Саракова, но мы ее переделали. Сделали такой рок-нурольный вариант. Называется «Борбишсон», песня «Борбишсон». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok